Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом европейский. Всё лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдёте эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Всё лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». В студии Светлана Занько. Напротив меня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Здравствуй, Олег. Добрый день всем. Ну, нужно начать с главного вопроса страны, с украинского вопроса. Тут можно рассуждать сколько угодно долго и по поводу решения со Феда, и насчёт того, что Путин решил, и что ещё решит, и по поводу того, как реагируют сейчас страны. Сообщения ежечасно поступают об отзыве послов, о закрытии въезда тем или иным лицам. И то, что в Сочи уже не будет, скорее всего, летом. Восьмёрка не встретится там, да. И вообще непонятно наше положение сейчас в восьмёрке будет. Но по нашей традиции, я сегодня её буду придерживаться, мы в большую политику, вот в такую прям большую и прямо вот политику, сейчас не полезем, а, наверное, приземлимся всё-таки на платформу нашего региона, потому что есть уже новости, которые идут из Кировской области, начиная с прошлой недели, где-то с начала прошлой недели. И немножечко о бизнесе и Украине я тебя поспрашиваю. Ну, вот что касается того, что достаточно быстро отреагировали, особенно в районах нашей области, на ситуацию вокруг представителей Беркута, когда кировчане, с глубинки, кстати, в первую очередь, сначала приглашали беркутовцев к себе в поселение, даже предоставляли дома и говорили, привозите свои семьи, мы вот готовы их принять. У нас, кстати, был Вячеслав Мишин, это зашижимское поселение советского района, как-то героем одной из публикаций, когда мы писали о местном самоуправлении, то есть молодой человек, который приехал из Нижнего, из молодой гвардии, по-моему, выходец, и вот он там пытается на местном уровне построить местное самоуправление, и он как раз высказал такую позицию, что мы готовы принять Беркутовцев, да, и предоставить им возможности работать, развивать сельское хозяйство в области. Конечно, это все, на мой взгляд, несколько утопично, и я не думаю, что действительно бойцы Беркута сюда поедут, в область, да, и выглядит это несколько, ну, не знаю, мне кажется, несколько наивно для того, чтобы просто притянуть к себе внимание скорее, чем действительно добиться того, чтобы те, кто, тех, кого ущемляют сейчас в Украине, приехали в Кировскую область. И, ну, бойцы Беркута, это профессиональные там милиционеры, да, профессиональные военные, и вряд ли они будут работать в сельском хозяйстве. Скорее, им нужна другая специфика и другой род деятельности. Ну, сейчас мы знаем, что активно бойцы Беркута стекаются в Крым, и я думаю, не знаю на самом деле, потому что очень сложно говорить в разных источниках совершенно разнородной информации. В том-то и дело, что когда смотришь западные источники или источники, которые крымские, там одна информация и абсолютно противоположную информацию дают нам телеканалы российские, поэтому здесь я оцениваю это как пропаганда и контрпропаганда, и истина где-то посредине, да, то есть и называть всех украинцев бендеровцами и фашистами это, ну, абсолютно неверно. В то же время есть, конечно, естественно, есть и факты унижения, и факты, когда в отношении русских какие-то действия предпринимаются неблагие. Поэтому я пока не давал бы оценку тому, что мы вошли в Крым, вот последствия, к сожалению, пока печальны. Печальны, как для России, как политическая единица, как государство на мировой арене, и печальны мы видим в экономическом плане тоже, потому что акции стремительно рухнули. На РТС падение сегодня составило 7,5%. Рубль еще подешевел на фоне всех этих событий до 37 рублей за доллар и 51 рубль за евро. По официальному курсу, да. По официальному курсу. Ну, сложно сказать, какую долю тут возымели как раз эти события, потому что девальвация рубля плавно идет уже там не первый месяц. Напрямую, наверное, Олег. Но, тем не менее, тоже фактор решающий. И печально, наверное, то еще, что мы как-то удаляемся от других стран Европы, цивилизованных стран стремительных и всего остального мира. Да, мы больше дружим с Китаем. Китай поддержал нас в наших действиях в Крыму. И в то же время это грозит, могло бы грозить ухудшением отношений не только с Европой, хотя Германия тоже вроде как сейчас уже поддерживает действия. Частично хотя бы не выражает бурные протесты. Есть большая бомба в виде Турции, в которой тоже сильны диаспоры крымских татар, выходцев из Крыма. И Турция тоже была на этой территории 300 лет, на территории Крыма. И она тоже могла бы заявить о том, что, ребята, давайте мы там... У нас тоже есть претензии. И есть даже какие-то документы, собственно говоря, по которым Турция может... Вот поэтому очень меньше всего хотелось бы, чтобы те действия, которые сейчас предпринимает наше правительство, наши законодатели, и они обернулись какими-то массовыми применением оружия и кровопролитием. Ну, этого никто, конечно, не хочет. Этого никто не хочет. Хотя, ты знаешь прекрасно, что большая часть населения, которые называют себя патриотично настроенными, заявляют о том, вспоминают о том, что Крым вообще это наша территория российская, и Украине был отдан искусственно, и вообще нигде нет никаких там официальных документов и пактов, что так должно быть, и все прочее. И говорят о том, что Крым это замечательно, Крым должен быть наш. Вот, ребята, мы все дружно будем ездить в Крым отдыхать. Вот там бизнес может реализовать свои интересы. Как хорошо, что у нас будет вот такая чудесная, красивая земля. Я говорю, что, естественно, это не все, но такие настроения есть. Вот я тебя, как человека, который работает с бизнес-тематикой, спрашиваю. У российского бизнеса в ближайшее время возникнут интересы на крымской земле? Я пока таких интересов не вижу. В сфере туризма, если рассматривать с этой точки зрения, там нужно выстраивать очень длительные отношения. Сейчас репутационно даже Крым, я думаю, что некоторое время будет неинтересен. Скажу по себе, мы нынче летом даже планировали, думали о том, чтобы поехать в Крым. Сейчас, наверное, эти планы уже не будут реализованы. Мы просто выберем другое место для отдыха с семьей, с детьми, тем более, когда там такие непонятки. Я думаю, что бизнес тоже не особо. Вот пока там есть споры и сомнения насчет этой территории, а будут они продолжаться достаточно длительное время, даже если крымчане захотят полной автономии или выскажутся вообще за присоединение с Россией. Бизнес с нее не пойдет, потому что вложение средств, надо понимать, это самое главное, как слышал когда-то слова одного известного специалиста в экономике, бизнесу нужно знать, инвестируя средства, как он эти средства сможет быстро потом вывести. И всегда будет опасность, что это обернется потом потерей этих денег, потерей инвестиций. Тем более, это же бизнес предполагает вложение на длительный срок, на длительный период, вложение в основные средства, которые точно быстро не вытащишь. То же самое и по юго-востоку Украины, по Донецку, Харькову. То есть пока там непонятная ситуация. Это, конечно, Россия может взять под контроль эти территории, но нам придется, нужно осознавать, отдавать себе отчет, что нам придется, наоборот, финансировать некоторое время. И так-то Украина не лучшим образом себя чувствует и ждет от МВФ или от Европейского банка каких-то кредитов миллиардных. Если мы берем шерство, условно говоря, над этими территориями, то мы, соответственно, обязуемся выплачивать пенсии, социальные пособия, в общем, весь соцкульт и прочий быт людей, которые находятся на этих территориях. И потянем ли мы из нашего кармана, из нашего бюджета при том состоянии экономики, которое есть на сегодняшний день, я очень сильно просомневаюсь. А как ты думаешь, все последнее, как ты думаешь в связи с этими событиями кто-нибудь вспомнит о том, что собирались расследовать возможные коррупционные схемы Сочинской Олимпиады сейчас? Я думаю, что Сочинская Олимпиада, хотя там и начнутся скоро пара Олимпийских игр, которые несколько как событий ушло на задний план. И сейчас все люди так или иначе слушают, следят за событиями в Украине. Кто-то с патриотической точки зрения и ждет, что Крым все-таки станет российским. Кто-то, наоборот, смотрит на это как на очень печальные события, которые могут привести к длительной розни России с братским в долгое время украинским народом. Не только с украинским народом. Да, если мы будем говорить о большой геополитике. Ну и всевозможные последствия другие тоже, разумеется. Хорошо. То есть ничего хорошего. Мы оставляем эту тему. Понимаешь, здесь полка о двух концах. То есть мне очень понравился пост, небольшой пост Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», который сказал, что очень решение сложное, которое должен... А он говорил это еще накануне, до того, как Совет Федерации принял решение ввести войска на территорию Крыма, дал разрешение президенту Владимиру Путину на это, что решение, которое должен принять российский президент, феерическое, потому что фееричное. Потому что, с одной стороны, способствовать отделению Крыма от Украины и получить мыслимые и немыслимые риски для России, как во время афганской войны, включая международную изоляцию и эмбарго. А с другой стороны, это пропустить ход и потерять возможность присоединить Крым, заслужить историческое порицание, как не сумевшего воспользоваться благоприятной конъюнктурой. То есть, сегодня рейтинг президента очень высок, и все его действия поддерживаются в большинстве населения России. Но мы, к сожалению, не смотрим, вот как-то не учитываем, что будет завтра, как завтра жить с этой страной. И сейчас очень много отсылов идет к тому, что произошло с Югославией, да, и как это было в Югославии. И, в общем, разыгрывается та же карта, что те действия, которые происходят на Украине, в Украине это новое правительство непризнанное, да, это все ставленники НАТО, которые пытаются еще одну страну из стран СНГ, как в свое время Грузию, сделать своим плацдармом для размещения военных баз и так далее. То есть, еще сжать кольцо вокруг России. Ну, я вижу, по крайней мере, то, что у нас в стране сейчас происходят те законопроекты, которые выводятся, та реорганизация СМИ, которая происходит, я имею в виду РИА Новости преобразования в Russia Today, и в колонке я об этом написал, что все эти действия, они носят такой оборонительный характер. Мы загодя, еще не введя войска в Украину, когда еще не было такого накала конфликта, загодя начали готовить внутренние какие-то, проводить какие-то, притворять какие-то внутренние шаги, для того, чтобы сделать Россию такой, как это сказать, еще изнутри укрепить ее, да, и укрепить, сделать такой форпост, идеологически укрепить, да, от всяких посягательств внешних сил. То есть, на сегодняшний день это идет с самого верха. Мы настроены на то, что Россию все-таки пытаются изничтожить всеми возможными способами, и Украина – это всего лишь еще один шаг агрессоров в отношении России. То есть, мы настроены вот этой большой идеологической машиной, которая работает... Я не исключаю, что это действительно есть, да, и что действительно есть большая геополитика стоит за событиями в Украине, и те шаги, которые предпринимает Владимир Путин на сегодняшний день, и наши законодатели, возможно, они имеют под собой вот такие глубокие основания для, в качестве защиты именно России и российских интересов, на ПК, на территории Крыма. Но обернуться это может как полной фиаско, да, так и, в общем, победой, потому что европейские страны, они выдерживают всегда такую нейтральную позицию и завязаны на наших энергоресурсах, и они не будут, я думаю, что не будут выступать очень активно в защиту квази, там, новой украинской демократии. — По которой тоже большие вопросы. — Да. — Так, возвращаемся на нашу кировскую землю. Вот тоже и в твоей газете тоже нынешнем выпуске есть буквально на второй странице заметка, называется «Покончить с хаосом». Здесь ты рассказываете о выступлении Юрия Красулина, это новый замглавы городадминистрации. Он пообещал, у тебя самое яркое высказывание, бороться с хаосной застройкой Кирова. Я прекрасно помню высказывания многих наших экспертов, которые говорили о том, что, в общем, хаосная застройка самого города, не будем говорить только о привлекательности какой-то эстетической города, это вообще свидетельство большой коррупции, которая существует внутри, и больших проблем, которые существуют со строительством, с бюджетом, с выделением земель и так далее. И тут от Юрия Красулина последовал прям целый ряд таких ярких заявлений, с чем он собирается бороться. После прочтения, а уж кто слушал, после выступления Красулина, хотелось просто встать и аплодировать, потому что, ну вот, что ни слово, то золото, правда. Ну, я думаю, многие горожане поддержали. Я сейчас совершенно не ерничаю. Вот если бы это все сбылось хотя бы в какой-то части, я бы долго аплодировала ему, но есть большой вопрос. Несмотря на то, что все, кто утверждал Юрия Красулина на его должность, утвердили, депутаты поддержали, одобрительно закивали, как вот вы тут пишете, а ресурсы-то у него для такой масштабной деятельности есть? Вот здесь, на самом деле, все зависит от того, насколько он самостоятельный игрок. Да, надо понимать, что если машина работала в одну сторону, то ее разом переключить на обратный ход будет крайне сложно. Ему должен быть для этого дан полный карт-бланш со стороны как главы администрации, так и главы города. И понятно, что депутаты его поддержали, но у нас все-таки очень сложная система местного самоуправления в этом смысле. И если какая-то из сторон откажет ему в доверии и не станет поддерживать ее шаги, то, скорее всего, он может стухнуть, и все эти инициативы, они так и останутся просто предвыборными речами. Хотя вещи, которые он говорит, естественно, здравые. И развивать город нужно, и нужно новые кварталы строить, но пора уже заканчивать с вот этой хаосной внутриквартальной и прочей застройкой, когда небоскребы появляются в абсолютно неожиданных местах, непонятных местах, и никто с этим, даже прокуратура и так далее, никто ничего сделать не может. Дай я тебе поспрашиваю все-таки. Вот ты говоришь, смотря, действительно, вот я спросила, какой ресурс есть у него, ты говоришь, кто его поддержит. А вообще, откуда пришел Красулин? Чей он человек? С кем он работал? Мы знаем? Вот я не могу тебе сейчас сказать, хотя мне самому интересно посмотреть, откуда он пришел. Понятно, что пришел он из строительной сферы, но, честно, я просто не готов тебе ответить. А давай мы попытаемся господина Красулина как-то затянуть к нам в разворот на бизнес? Ну, было бы интересно, честно говоря, хотя у нас была строительная тема, но вот строительная тема по городу, я думаю, что это отдельно вообще, и обязательно нужно его привлечь. Тем более, что поводов-то достаточно много, кроме того, что, ну, хорошо, там, не желая застройка, по которой большие претензии, на самом деле, как она реализуется прямо сейчас и до сих пор, последние заявления Дмитрия Адранова и Владимира Быкова по поводу того, как у нас будут преобразовываться зеленые зоны. Это к 650-летию Кирова, да? Да, к 650-летию Кирова. Большие сомнения, конечно, что к юбилею. Лучше бы они заявили, знаешь, на 5 лет какая-то перспектива. Стало бы понятно, что потихонечку все решат. Потому что сроки уж очень малы, но... Подожди, как малы? 650 лет, это еще как раз... 20-й, да. Да, достаточно приличный срок, за который и власть сменится, или и шаг сдохнет. Все может быть, но... Можно пообещать. Хорошо. Вот сейчас заявления последовали по поводу того, что будут все-таки развиваться наши парковые зоны. И еще раньше следовали заявления, что развитие зеленых зон, рекреационных зон с элементами парковой культуры невозможно без привлечения частного капитала. И понятно, что речь идет о государственно-частном партнерстве. И знаю, что в наших городах соседних есть прекрасные образцы парков, но вот тоже заявление, которое требует аплодисментов. Непонятно, как они, эти заявления будут реализовываться. Не, ну, если предмет набрать... Вообще, я, конечно, поддерживаю. Двумя руками за, как велосипедист. В том числе, что город, крупнейшая парковая зона будет планируется объединить велодорожками. Да, замечательно, потому что на сегодняшний день очень много моих знакомых, там, из юго-запада, даже зимой ездит в центр города на велосипеде. И крайне неудобно, когда ты едешь по мосту, мешаешь пешеходам и так далее. То есть мы могли бы разгружать дороги даже таким образом. И та же идея, там, с узкоколейной железной дорогой, которая соединит солнечный берег с центром города через Велесники, превосходная идея. Но реализация ее, конечно, если мы говорим о том, что у бюджета денег нет и надеемся только на инвесторов, я бы спросил инвесторов, может быть, мы это как раз сделаем, там, потенциальных инвесторов, просто предпринимателей. Насколько вообще эти проекты интересны с точки зрения вложения средств. Ведь инвестор никогда не вкладывает средства просто так из благотворительности, да, надо получать от этого какую-то прибыль. Вложения здесь немалые, какова может быть прибыль. Очень разумно, логично высказались в этом отношении депутаты городской думы. Я разговаривал просто и с депутатом Андреем Березиным, да, и с Екатериной Иосифовной Торловской говорили мы. Они оба не понимают, пока вот не видят, там, ну, не были озвучены ни сроки, ни суммы средств, которые на это необходимы. Мы понимаем, что из федерального бюджета средств на подготовку к юбилею хватит только на перекладку инфраструктуры коммунальной, да, и то частично. Вот, то есть на парке и сквер вряд ли там деньги будут, и в данном случае Андрей, вот, Андрей Олегович Березин как раз говорит, что давайте посмотрим, что реально сделать на сегодняшний день. То есть те парки хотя бы существующие, которые у нас есть, чтобы мы их благоустроили, потому что Заречный парк имени Горького, да, то есть преображение Заречного парка в такой Горький парк, пока очень радужные и непонятные перспективы, это нужны колоссальные вливания, и нужно понимать отдачу. Хотя, вот, вчера мы просто ездили в сторону Порошина, сами не были на празднике, но когда возвращались обратно, это около двух часов дня, просто пробка стояла от самого поворота на Порошино, с Лободского тракта и до Порошина машины стояли. И вот здесь бы канатная дорога приказилась. Необходимость, необходимость есть, люди хотят культурно отдыхать, нужны места для массовых культурных гуляний, да, а пока ни транспортная инфраструктура не развита, ни сами эти места не могут принять такого количества желающих народа, к сожалению. Ну что, планируем эфир по этому поводу. Попытаемся найти этих бизнесменов, которые могут сказать внятно, да, нет, и при каких условиях мы поучаствовали бы в таком строительстве. Потому что ты же помнишь, что с Вересняками случилось, у Морозова какие были, у Хлыновских палат. Да, тоже инвесторов не нашлось. И оказалось, что без жилищного строительства никак. И сейчас планируется там жилищное строительство. Вот у нас с тобой остается буквально две минуты до перерыва, и до перерыва я хочу тебе задать такой вопрос. Если ты не успеешь ответить на него до перерыва, то мы продолжим после него. Не могу тебя не спросить, потому что ты член общественного совета при ОМВД. И, по-моему, ты не говорил на эту тему на прошлой неделе. Я говорил на эту тему, если ты имеешь в виду тему взяточничества в ВУЗах, мы ее обсуждали, и я считаю, что тема несколько перегрета. И то, что происходит на самом деле, к сожалению, пока не вызывает у меня большого беспокойства. Я не вижу, чтобы в ВУЗах планомерно люди... Из тех сведений, которые не поступают, которыми я располагаю, у меня нет оснований считать, что там массово берут взятки. Да, если там речь идет о бутылке коньяка, как в случае с Еленой Кантер, то все неоднозначно. Это да. Это понятно, что все неоднозначно. Но я-то тебя хочу спросить, обсуждаете ли вы подобные вопросы? Потому что ведь генерал Солодовников заявил, что это о борьбе с коррупцией в ВУЗах практически как о проекте, что это будет громкий процесс, который затмит много чего и так далее. Вот такие вещи, такие проекты, такие направления деятельности вы на Совете Общественном при ОМВД обсуждаете? Как правило... Вот это неоднозначность. Вы обсуждаете? Как правило, нет. То есть надо понимать, что Общественный Совет при ОМВД собирается раз в квартал. Там обсуждается какие-то, ну, достаточно много вопросов в повестке. То есть нас ставят в известность, ознакомят с теми начинаниями или с теми показателями, которые есть. Это и по безопасности дорожного движения и так далее. Мы вносим какие-то свои предложения, да, если они есть эти предложения. Мы участвуем в приеме граждан. Я как член комиссии по связям с средствами массовой информации, то есть у нас там свой блок работы, но он тоже такой велотекущий. Я бы не сказал, что мы активно, еженедельно в таком формате Такие конкретные примеры вы не обсуждаете? Нет. То есть до сих пор этого не было. Если кто-то поднимет этот вопрос, да, во всеуслышание, чтобы его обсудить, возможно, можно было бы его обсудить. Но здесь опять же, вот Сергей Александрович, когда выступал, он же не озвучил все факты, да, он просто сказал, что есть дела, около сотни дел, и пока они находятся в процессе следствия, вряд ли следователи будут их озвучивать. То есть это уже ближе, ну, ближе к суду, когда будет понятно, будет там доказательная база собрана, вот тогда можно будет говорить уже предметно на тему этих уголовных дел. А когда у вас ближайший совет? В какое время состоится? К сожалению, не знаю. Не могу тебе сказать, ну, весной точно будет, пока не извещали, то есть там за неделю, за две, как правило, нас извещают о том, что мы собираемся на очередной совет. И где отчеты по заседанию совета можно посмотреть? Мне просто интересно, кто из членов совета может поднять такой вопрос о коррупции в наших вузах, и как это сказывается на сотрудниках? Ну, тут совершенно ведь неоднозначно, что касается конкретно Елены Кантор и того, что с ней произошло, потому что мы, если зайдем по коррупции в вузах, наберем много материалов и заявления генерала, и, собственно, что ей инкриминируется, и что в итоге с этим преподавателем, который всю жизнь там работал, стало... И то, что студенты сейчас выступили в ее защиту. И то, что студенты выступают в ее защиту, и то, что обещают, что много будет подобных дел, и что будет с нашими преподавателями, потому что, на мой взгляд, это очень важный, на самом деле, процесс, потому что, ну, учителя, педагоги, это такой слой населения, который, ну, вот, легко, легко ранить, легко... Ну, это как раз то, о чем мы говорили на прошлой неделе в эфире, да, и я как раз говорил о том, что и так-то у нас полный швах с преподавателями. Вот я хотела бы, чтобы на общественном совете, я бы подняла этот вопрос, хотелось бы увидеть, будут ли члены общественного совета, которые это будут обсуждать. Сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу, после чего вернемся в эфир, и у меня есть вопросы по поводу, которые возникли, когда я читала интервью с господином Гусельниковым по поводу банков, в частности, Вятка банка, и что с ним будет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение», торговый дом «Европейский». Все лучшее в одном месте. «Особое мнение» на 101FM Продолжается «Особое мнение» Светлана Занько и мой сегодняшний гость Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Мы уходили на моем обещании поспрашивать тебя о Вятка банке, о его судьбе, потому что вот до такого большого развернутого интервью, которое сейчас вышло в газете «Бизнес-новости» с Гусельниковым. Было очень много, на самом деле, вопросов, и я тебя спрашивала, что там с Вяткобанком, потому что много ходит всяких слухов, в частности, говорили, например, что ВТБ покупает Вяткобанк, и ты, по-моему, задавал этот вопрос. Да, я как раз с Григорием Александровичем тоже этот вопрос задал. Вообще, разговор получился интересным, на мой взгляд, и рекомендую почитать с той целью хотя бы, чтобы понять, что происходит у нас в банковской сфере. После отзыва, многочисленных отзывов лицензии и так далее, вот задается вопрос, много ли банков доживет до начала 2015 года, будут ли крупные там слияния и поглощения. Естественно, я не упустил возможности задать вопрос о судьбе Вяткобанка, потому что в последнее время разговоров много, поговаривали возможные там продажи даже и так далее. Вот напрямую спросил председателя, так правильно, председатель совета директоров, да, Григорий Александрович, он сказал, что мы не собираемся продавать Вяткобанк, более того, он же приобрел контрольный пакет акций латвийского Норвикбанка, это один из крупных банков Латвии, и он сказал следующее, но для меня это была новость, по крайней мере, что мы собираемся напротив объединять Вяткобанк с Европейским банком, Латвия сейчас в составе Европы и там уже в качестве валюты принято евро с недавних пор, да, для того, чтобы укрепить позиции Вяткобанка здесь. Это, ну, в общем, интересно, тем более, что я посмотрел по активам Норвикбанка в два-два с половиной раза превосходит Вяткобанк, и по уставному капиталу та же самая история, то есть он крупнее, чем Вяткобанк, и в этом плане, в плане доступа к каким-то дополнительным средствам Европейского Центробанка, это может быть очень интересное предложение. А как происходит при слиянии и поглощении, которые сейчас ожидаются, когда это произойдет, и Норвикбанк объединятся с Вяткобанком, у нас здесь будут офисы Норвикбанка или по-прежнему Вяткобанк, ты спросил? Это я не спросил, это я не знаю, то есть в результате к какому объединению там придет. Я не думаю, что будет Вяткобанк менять вывески, скорее всего, он так и останется Вяткобанком, потому что это узнаваемо, это бренд своего рода, скорее всего, будут объединены именно активы, какие-то финансовые вещи, а менять бренд всегда не на пользу банку идет. Появятся опять же вопросы, почему Латвийский банк и в Кирове странно, более чем странно. Но я не вижу угроз для Вяткобанка на сегодняшний день, скорее это наоборот такой шаг на перспективу. А скажи, пожалуйста, Григорий Александрович говорил по поводу того, что происходит. Успели ли вы обсудить эту ситуацию с валютой, с курсом рубля и какие тенденции сейчас в связи с этим наблюдаются внутри банка, то есть что делает, забирает вклады, переводит в другие активы, какие-то рекомендации. Я, безусловно, спросил, чем чревато для России и для банковского сектора, в частности, девальвация рубля, которая сейчас происходит. Ну, позиция была понятна. Это экономический инструмент оздоровления, нормальный инструмент, хотя по населению он больно ударит, потому что товары, у которых нет замещения российскими товарами, они, естественно, подоржают. И вот то, что касается банковской сферы, он говорит о том, что региональные банки в данном смысле гораздо надежнее, потому что больших обязательств в иностранной валюте у них нет и быть не может. И поэтому у них устойчивее позиция, больше подушка безопасности, чем у тех банков, которые работают на Мишегионе, открывают множественные филиалы. Вот они, в первую очередь, если у них еще заимствование в иностранной валюте, по ним девальвация ударит в первую очередь. По секрету тебе не сказал, господин Гусельников, все-таки забирает население средства из банка или нет? Или все держат в своих рублевых вкладах? Нет, на самом деле все это же есть на сайте Центробанка, можно посмотреть кэшфлоу почти в режиме онлайн, сколько средств есть у банка, сколько в депозитах, сколько в активах, то есть в кредитах. Здесь никаких больших секретов нет, это не микрофинансовые организации, где все скрыто, то есть знают только собственники, сколько денег у них на счете, сколько выдано в качестве кредитов в банке, все достаточно прозрачно в этом смысле. То есть российские банки отсчитываются полностью за каждый свой вложенный или выданный рубль перед Центробанком, и все это показывается. То есть настроение радужное, я так понимаю? Ну, радужное, не радужное, но, по крайней мере, устойчивое такое. Без какой-то депрессии. Ждем следующего интервью в твоей газете, пусть в следующем будет Хлынов, например, банк, и расскажет, какие у них планы, чтобы окончательно уже население успокоилось и определилось со своими вкладами. У нас остается буквально 4 минуты. Я, честно говоря, вот эту тему, которую мы с тобой обсудили до эфира, посчитала ее какой-то утопичной вообще обсуждать даже, не то что в рамках этой программы, а, мне кажется, обсуждение на каком-то государственном уровне, оно всегда какое-то такое утопичное. Все, что касается нововведений, всяких там новых разработок генетически, связанных с генетикой. Вот мы сейчас будем говорить о ГМО, генетически модифицированных организмах, которые используются для производства продуктов, и все прочее. Потому что, по моему мнению, как бы не сопротивлялось население, как бы не сопротивлялось там правительство, в итоге вот все эти изобретения научные, они нас поглощают, они занимают свое место, и мы сами становимся генетически модифицированными, сломляемся под этим напором и принимаем. Судя по тому, что вот сказали спикеры, такой дискуссионный клуб у вас практически организовался в газете, но защитников-то ГМО не так много. Ну, мы не претендуем на то, что мы опросили там всех и имеем позицию там разноплановую, да, но есть высказывания как защиту продуктов ГМО. Скажем, Владимир Говкин, депутат ЗАГС Собрания Кировской области, бывший генеральный директор Красногорского, он говорит о том, что для нас жизненно просто необходимо, потому что своего произвести мы достаточно продукта не в состоянии, а генномодифицированные продукты увеличили бы урожайность, товарность и валовый сбор. То есть в данном случае, ну, наука помогает каким-то образом нам увеличивать продукцию сельского хозяйства, увеличивать урожайность, увеличивать сбор этого продукта, да. С другой стороны, очень интересна позиция ученого Татьяны Шашиговой, это зав. лаборатории иммунитета защиты растений Зонального института, она говорит о том, что на людях эксперименты на сегодняшний день не проводились, да, а у животных в третьем поколении полное бесплодие, ну, не полное, но у большей части животных бесплодие наступает при употреблении, регулярном употреблении продуктов с ГМО. И в то же время очень страшные на самом деле цифры, что около 30% продукции в магазинах уже так или иначе содержит ГМО. То есть это неизбежно. У меня есть тоже своя позиция на этот счет. Я считаю, что человек, живущий в современном мире и который так или иначе не может себя оградить полностью там свой огородик и так далее, он для того, чтобы следующее поколение приспосабливались, он должен и к бактериям приспосабливаться и к каким-то новым видам продуктов. Если у нас повышается в целом там радиация, должен некоторую долю радиации получать, да, но человек организм приспосабливающийся к условиям. И тогда следующее поколение будет уже защищены. Если маленькими долями, как инъекции, принимать продукты с ГМО и так далее. Я считаю так. Потому что иначе оградить себя полностью нельзя. Ну, это такое оправдание для себя скорее. Ты когда эти маленькие дозы своим детям даёшь, спокойно себя чувствуешь? А как иначе? А если вот они будут полностью защищены, а поэтому уйдут в свободное плавание и внезапно где-нибудь перекусят продуктами с ГМО? Что с ними будет? Вот это будет действительно страшно. Это как ребёнка всегда ограничивать от бактерий, а потом выпускать в свободный мир, где он будет подвержен массированной атаке этих микробов и может не перенести. Но выбор человеку нужно оставлять, ты считаешь? Выбор у человека всегда есть. Другое дело, что выбор ограничивается у нас, к сожалению, материальным благосостоянием. И люди небогатые, им бы просто кусок хлеба получить, да? А не думать о том, экологически чистый это хлеб или какой-то ещё. Мне очень понравилась позиция Владимира Яговкина, что мы не можем произвести достаточное количество продукции. А когда бросаешь взгляд на территорию нашей обширной страны и думаешь, что не можем произвести достаточной еды, чтобы накормить наше население, а численность которого призывает президент постоянно повышать, ну, не знаю ли. Ты голодаешь когда-нибудь? Вот я считаю, что в нашей стране всё-таки с продуктами питания более-менее. И, слава Богу, мы не голодаем. Всегда есть возможность хотя бы подешевле что-то приобрести. Да, мы заканчиваем наш разговор. Нам уже сигналит Павел, наш режиссёр, звукорежиссёр. Это было особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес новости». Меня зовут Светлана Занько. Встречаемся в том же составе в среду в рубрике «Разворот на бизнес». Да, очень приятно будет услышаться. Особое мнение на 101FM